на те решил записать для вас видео потому что прям красиво чтоб все решалось я не понял как сначала я хочу пойти ты стоп чтобы не засорять себе чего-нибудь и дальше я говорю гид клон и вот ваша ссылка которую вы прислали копии и то что я вижу там какие-то огромные файлы то есть вы видите сами семьдесят восемь мегабайт 85 95 103 это невероятно для 116 мегабайт невероятно для файл для репозитория но хорошо теперь мы его скачали в папку которая называется finite state morphology и как я вам говорил нужно сказать make на этом есть make файл и он начинает компилировать кучу всего несмотря на то что я посмотрел немножко в репозиторий несмотря на то что он последний раз обновлялся в последнем месяце и что-то там делали люди смотря на это он написан в лекси и он долго компилируется и вот вот видите тяжелый файл почему-то появляются вот он даже пишет 122 мегабайта не знаю откуда они взялись вот тут какое-то состояние 406 мегабайт в общем какой-то это очень сложно каждая эта штука это видимо трансдюсер и так понял но я не уверен возможно я не прав потому что он говорит ведь он говорит рядом два миллиона состояний или 232 состояний или 717 тысяч состояний но такого рода вещь так что я думаю что просто вот так такой вот трансдюсер вот при него есть информация цикличная на линии в общем вот опять что-то делает форен но форен ну вот сейчас он скомпилирует хотя он это долго делает действительно то есть я привык к тому что это происходит там не знаю считанные секунды а тут это видите происходит очень долго но и большие файлы получаются это меня тоже немножко удивляют и у меня в первой инсталляции так вообще какие-то файлы просто не получились так ну пока она инсталляция скажу что вообще-то все это написано на алексе и потом запускается такая программа называется фома я с ней на самом деле не знаком то есть вот я с уком наточке вот на вид там получается но вот нет и вот вот это меня немножечко пугает то есть он должен был что-то сделать и дальше говорит killed 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 в общем там произошла какая-то беда и и проблема в том что но он сделал чего-то ну да в общем он что-то сделал чтобы немножечко расшифровать что там происходит я посмотрел make файл файл тут очень длинный и вообще таких длинных никогда не видел возможно моя жизнь была прекрасна без этого make файлы ну вы наверно не знаете поэтому я прямо сразу вам скажу make файлы это такие штуки которые это инструкция которые на самом деле это выглядит примерно не очень сложно идея такая вот я хочу построить s.lexc и для этого мне нужны вот эти файлы lexc files header txt вот здесь дальше перечисляются что нужно сделать потом дается команда при этом здесь уже немножечко ну шаткаты сделаны и команда на баши тоже которая на самом деле берет и сливает все вот эти вот файлы воедино в один файл который называется s.lexc потом через какое-то время вот видите вот здесь вот происходит он берет вот этот вот lexc и дальше запускает фома и чё-то с ним делает вот меня интересовал конец вот видимо собственно можно попробовать что-то делать с вот этой вот функцией флукап и собственно это я и думал сделать я говорю эко дальше берем какую-то форму дальше берем какую-нибудь форму ничего давайте пойдем в тест сделаем вот так вот здесь есть какие-то примеры которые он предлагает затестить видимо какие-то сложные не знаю я прям боюсь если честно тут просто ну так что тут не язык а какой-то ужас я вот смотрю на эти формы это просто пипец ну в общем я говорю вот это отправляю до эко говорит на это просто возвращает строчку ничего умного тут нету он говорит типа отправь вот эту строку куда-то отправляем его в функцию флукап и дальше давайте придумаем какой-нибудь ну вот здесь есть разные форма бин видимо вот это формат транслитератора в формате форма тут к сожалению их достаточно много f2e f2e ну в общем у меня нет ощущений форма ту и и и что имеется ввиду не знаю к сожалению не очень тут объяснено и это грустно но в общем давайте попробуем f2e форма бин и он возвращает что он не знает что это за форма но кстати работает f2e а я что там сейчас получилось сделать вообще-то блам что значит вот это и то с я вообще не понимаю вот вообще вот у меня нет никаких идей ну давайте попробуем g2e ну тоже он в общем вот с этой формой не повезло нам мы попробовали все формы бин да f2e мы попробовали f2e ну в общем когда я делал это перед этим у меня получалось f2e где я ее нашел мне такого даже нету но это она она это она 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 ФТС нету, блин. В общем, перед этим, у меня что-то там получилось сделать. Но, видимо, не с этими словами. Сейчас, давайте посмотрим просто. Что я просто удалил. Ну, позже тут сейчас будет километровый текст. Вот у меня вот так получилось. А, у меня там почему-то получилось вот это у меня работало. Ну, в общем, вот у меня немножечко работало вот это. Каким-то странным образом. F2S меня интересует. А почему не сделан F2S? Не знаю. Давайте еще расскажем Make. Мейк работает таким образом. Инструкция для того, чтобы создать такие-таки-то штуки. И он... Как бы, те штуки, которые уже есть, он их не... О, вау. Происходит что-то еще. Это не то, что должно происходить. Ну, теперь он работает. То есть, теперь он говорит мне, что MaCookSea значит вот это. Что это MaCook. И, в общем, он начинает как-то работать. Если хотите, я могу вас связать с ником Howell, который вам, возможно, как-то получше поможет с этим как-то справиться и что-то с этим сделать. Но вам все равно придется, во-первых, что-то делать с командной строкой. Во-вторых, выяснять, как работает... То есть, ну, вот выучивать какие-то вот такого рода команды. То есть, вам не нужно будет, конечно, говорить ЭКО, а там надо будет как-нибудь что-то более умное. Но вот здесь вот я, к сожалению, чувствую себя слабым и лучше себя чувствую. Ну, лучше вам подскажет здесь ник Howell. Просто нужно с ним договориться. Вот. Вот я посмотрел. Субтитры сделал DimaTorzok